МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 30 погибших, более 200 раненых. Дорожная полиция вновь усиливает антиалкогольные рейды на дорогах. Обманули на 30 с лишним миллионов рублей. В Удмуртии разыскивают жертв очередного мобильного надувательства. И сегодня люди редкой профессии принимают поздравления. В России отмечают День сурдопереводчика. Удмуртия сегодня представила свой инвестиционный и экономический потенциал в Министерстве иностранных дел страны. На презентацию прибыли послы и дипломаты более 100 иностранных государств. Делегацию нашей республики лично поприветствовал Сергей Лавров. Министр отметил уникальность нашего региона. Удмуртия уникальный самобытный регион, место соприкосновения, взаимообогащения различных культур. Сегодня Удмуртия, обладающая значительным промышленным потенциалом, занимает лидирующие позиции по темпам роста производства, который продолжает динамично развиваться. На сегодня республика экспортирует свою продукцию почти в 90 стран мира и намерена и дальше расширять географию поставок. Так, в этом году, по данным таможни, за 8 месяцев республика уже нарастила экспорта на 47%. Несырьевой экспорт – один из фокусов развития республики. В 2018 году мы достигли цифры 380 миллионов долларов и стали пятым регионом России по приросту несырьевого экспорта. 410 экспортеров Удмуртии поставляют товары в 87 стран мира. Глава республики сообщил, что на 2020 год Удмуртия отметила для себя 10 целевых рынков экспорта, в их числе машиностроение, деревообработка, пищевая промышленность. Но добавил, что после сегодняшней встречи этот список, надеется, будет расширен. Считанные часы остаются до старта главного спортивного события года в Удмуртии. Уже завтра в полдень на татаме спорткомплекса «Олимпиец» начнутся поединки молодежного чемпионата Европы под зюдо. В Ижевск приехали 300 атлетов из 30 стран Старого Света. Готовность к проведению чемпионата стопроцентная. Об этом было объявлено на финальном оргкомитете соревнований. В нем участвовали представители всех служб, задействованных в проведении турнира. Самые главные вопросы, конечно, это вопросы безопасности. Нам важно, чтобы у нас турнир прошел прежде всего безопасно. Вопросы гостеприимства. Мы очень хотим, чтобы всем нашим гостям действительно понравился их визит в Удмуртию. Чтобы они увезли с собой частичку Удмуртии и частичку России, потому что мы здесь представляем всю страну. Ну и, конечно же, технические и спортивные моменты. Это тоже очень важно, чтобы все прошло на высоком спортивном уровне. Ожидаются, что в Ижевск приедут более 3000 болельщиков со всей Европы. Каждый день, вплоть до 3 ноября, финальные поединки будут начинаться в 5 вечера. А 1 ноября в 16.30 в Олимпийце состоится яркая церемония открытия молодежного чемпионата Европы под зюдо. Ну а у педагогов и воспитанников Завьяловской средней школы сегодня появилась надежда. У села будет новая школа. Она здесь очень нужна. Действующая уже переполнена почти вдвое. Александр Демидов продолжит. У нас была отдельная учительская для учителей начальных классов, но пришлось переоборудовать под кабинет психолога. Таким образом мы остались без учительской. Таким образом снова мы вышли из ситуации. Выкручиваться завьяловским педагогам приходится не первый раз. С каждым годом учеников здесь все больше. В этом учебном году за парты сели 10 первых классов. Переуплотненность у нас более чем в два раза. У нас проблемы со спортивными залами, у нас проблемы с учебными кабинетами. Вот, например, у нас переоборудовано два гардероба в два учебные кабинета. Лучше первый отстрелялся и пошел заниматься. О том, что новая школа здесь нужна, говорят и цифры. Ежегодно население завьялова увеличивается на две тысячи. Кроме того, в окрестностях под жилую застройку отдали еще шесть тысяч участков. Подключиться к проблеме готов и депутат Госдумы. Новую школу можно построить в кратчайшие сроки, только объединив усилия района, республики и федерации. В ближайшие месяцы будет подготовлена необходимая проектно-сметная документация, получена госэкспертиза и дальше мы начнем работу над тем, чтобы эта новая школа была построена. Будем работать и с Министерством просвещения России, и здесь, в регионе, я разговаривал с Александром Владимировичем Бричалом. Вот такая же позиция. Вместе будем бороться за то, чтобы за 2020-2021 год эту проблему решить. Задача районных властей в ближайшие месяцы подготовить проект и получить на него государственную экспертизу. Александр Демидов, Василий Хохорьков, Новости. С 1 ноября на дорогах начинаются массовые проверки водителей. Операция «Бахус» в Удмуртии продлится до 10 ноября. Помогать полицейским будет добровольная народная дружина. Также госавтоинспекция вводит режим патрулирования на автомобилях без спецокраски. Цель – выявить пьяных за рулем. По вине нетрезвых водителей с начала года уже погибло 30 человек. Более 200 получили травмы. МВД призывает всех жителей республики не быть равнодушными и сообщать по номеру 02 о всех известных фактах нахождения пьяных за рулем. Возможно, это спасет кому-то жизнь. А прокуратура республики предлагает расширить список реабилитационных центров для наркозависимых. В регионе в разы увеличилось число наркопотребителей, которым по суду назначают обязательное лечение и реабилитацию. Где и как сейчас помогают уступившимся, расскажет Елена Абуховская. Тимур уже пару месяцев отвечает в реабилитационном центре за меню. Ровно столько он на восстановлении. Признается, из-за наркотиков чуть не лишился здоровья, семьи, работы. Часто я хорошо себя чувствую, но постоянно есть какая-то тяга какая-то, есть желание все равно обратно вернуться. То есть, ну, тяжело, когда опускаются руки, перестаешь чем-то заниматься. Мы в рамках нашей деятельности занимаемся не только социально-трудовой реабилитацией, но и ресоциализацией. Потому что лица, которые к нам поступают, мы, во-первых, стараемся показать им человеческое отношение. Во-вторых, восстановить утраченные ранее социальные и трудовые навыки. Таких, как Тимур, в прошлом активных наркопотребителей в центре сегодня пять человек. Все они после обязательного медицинского лечения получили сертификаты от республики стоимостью в 50 тысяч рублей каждый на полугодовую реабилитацию. Сейчас уже все центры социального обслуживания населения во всей республике могут оказывать такие услуги. На сегодня у нас уже 30 человек зашло за этими услугами. Из 30, 26 человек держатся, как мы говорим. Для нас это замечательно пока цифры. За употребление наркотиков законом предусмотрена административная ответственность. Плюс суд заставляет наркозависимых проходить обязательное лечение. Но, как показывает практика, идти в больницу большинство наркоманов не спешат. Уклонистов наказывают. При рассмотрении указанной категории дел судом прокуратура ориентирует суд на назначение диагностики наркомании в республиканском наркологическом диспансере. В случае, если лицо не исполнило обязанность по прохождению диагностики наркомании, оно может быть привлечено по статье 6.9.1 Кодекса об административных правонарушениях. Если ранее суды, еще буквально пару-тройку лет назад, в единичных случаях возлагали на наркопотребителя такую обязанность, то в текущем году уже по 92% решений такая обязанность возложена. В социальной реабилитации уже нуждается 440 лиц, но пока, скажем так, мест не очень много и проходят еще единицы. Прокуроры предлагают расширить список реабилитационных центров для наркозависимых и открыть филиалы во всех городах Удмуртии, единственного на всю республику наркологического диспансера. Елена Обуховская, Андрей Бусыгин. Новости. Полицейские республики разыскивают пострадавших от действия жителей Ивановской области. Следствие установило, мужчина причастен к 32 фактам краж денег с банковских счетов. Возможно, пострадавших еще больше, сейчас это выясняют следователи. Подробности дела они рассказали нашим журналистам. Галина Нагорных вспоминает, как за считанные минуты лишилась своей пенсии. В выходной с незнакомого номера позвонила якобы сотрудница банка. Объяснила, из-за сбоя компьютеров в банке пенсионерка может лишиться своих денег. Так и выведала все реквизиты карты. Они очень хорошие психологи, и у них так ловко получается, и очень это так, быстро-быстро-быстро. Ну, в течение восьми минут облапошили, не работав, заработали. По глупости сообщила все данные карты. В этот же момент секунда прошла, деньги улетели. Елена, тоже как и Галина Нагорных, после звонка неизвестных лишилась денег. С карты списали пособие на ребенка. Как позже установят следователи, женщинам звонил один и тот же человек, ранее судимый за мошенничество. Теперь он снова под следствием. Мужчина и его 10 сообщниц задержаны. По Удмуртской республике установлено, что денежные средства были похищены в сумме 500 тысяч рублей. Это ориентировочно так, как потерпевшие сейчас еще в настоящее время также дополнительно устанавливаются, проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории Удмуртской республики. Ежедневно полицейские сводки пополняются новыми фактами мобильного мошенничества. Если в прошлом году за 9 месяцев было совершено около 400 преступлений, в этом году уже зарегистрировано более тысячи. Жители республики лишились почти 32 миллионов рублей. О своей схеме мошенничества сибирячка Наталья рассказывает в деталях. Скрывать ей сегодня нечего. За мошенничество получила срок 4 года. Сколько в день могла заработать, вот честно? Честно? Ну, по-разному. По-разному. Бывает в день 100 тысяч, бывает 50, бывает 7, бывает 10. Ворованные деньги, это пустые деньги, они не счастья не приносят, они слезы приносят. Раньше, как мои потерпевшие плакали, сейчас так моя семья, мои дети плакают. Сотрудники банков не звонят, они никогда не спрашивают никакие коды, ни коды подтверждения, ни реквизиты банковской карты. Нет, это ничего не спрашивают. Когда, если на вас кто-то вышел, звонит по телефону или пришла смс с требованием сообщить данной карточке, это на вас 100% вышли мошенники. Чтобы не попасть на уловки мошенников, нужно повышать свою финансовую грамотность. Совет от экономиста. В Ижевске для этого организуют бесплатные курсы. Светлана Буланова, Андрей Бусыгин. Новости. К другим темам. В больницах Удмуртии ждут медиков по программе «Земский доктор». Сколько врачей и фельдшеров в этом году стали участниками этого проекта, расскажут наши корреспонденты. Голова не болит? Тошматы рвоты нету. В этом году дипломированный анестезиолог-реаниматолог Алексей Савинцев переехал из Ижевска в игру. Теперь это один из «Земских докторов». Федеральную программу запустили 7 лет назад. Условия проекта простые. Договор на 5 лет. Врач выбирает для работы любую сельскую больницу. В замену от государства 1 миллион рублей подъемных. Программа эта для меня конкретно прошла благополучно. Деньги получил, потратил их на нужды семьи, поскольку у нас считается как многодетная семья. Ипотека у нас была. И вот этот миллион, он мне очень помог в жизни, закрыть ипотеку. И сейчас я свободный от этого человек. Мы с женой рассматривали этот вариант, то, что переехать полностью сюда, в поселок, игру. Тут на самом деле нам нравится. С новым коллегой работает хорошо. В принципе, прошел хорошую учебу. Знает все манипуляции, которые мы выполняем. Даем наркозы, лечим тяжелых больных. За время работы программы только в Игринскую больницу приехали работать 29 врачей. Но здесь по-прежнему очень нужны участковые терапевты, онкологи, хирурги, гинекологи. Первый поток, который был, это были жители, конечно, Игринского района. А вот уже далее приходили молодые, которые из других районов. Их привлекала расположенность Игринского района. Мы все-таки на перекрестке, да, близко находимся на перекрестке. И поэтому, ну и материальная база, конечно, у нас лучшая. По программе «Земский доктор» в сельские больницы Удмуртии приехали работать более пяти сотен специалистов. В этом году сертификаты получат еще 75 врачей и 40 фельдшеров. Это улучшит качество оказания медпомощи жителям сельских территорий и сделает медицину доступнее. А врачи смогут решить свой жилищный вопрос. Елена Керн, Елена Абуховская, Андрей Бусыгин. Новости. День здоровья сегодня прошел в региональном обществе глухих. Участники акции смогли получить консультации специалистов, измерить давление и содержание сахара в крови, пройти вакцинацию. Общаться с докторами помогали переводчики русского жестового языка. Сегодня они отмечают свой профессиональный праздник. Это категория людей. Вы посмотрите, они даже не могут пообщаться с врачом. Для них это барьер. Врач не знает языка жестов. Глухой не всегда может объяснить, что с ним происходит. Для чего мы выходим? Для того, чтобы человеку в такой форме с ним проговорить, посмотреть его результаты и сказать, дать рекомендации на дальнейшие его мероприятия по сохранению здоровья. Обследование прошло более сотни человек. Всего в Удмуртии 2000 глухих. Сурдопереводчиков катастрофически не хватает. В Ижевске работает лишь 10 переводчиков жестового языка. Но впереди День государственности республики. Какой подарок приготовили жителям Удмуртии, расскажем прямо сейчас. Народная ярмарка в Ижевске снова объединила производителей товаров. 85 предприятий привезли свою лучшую продукцию. Здесь есть все, что может украсить праздничный стол. Вяленые фрукты из Армении, сочные свежие из Азербайджана. Сладости и коллекции специй, меда и чая, дальневосточные рыбные деликатесы и кавказские сыры. Здесь ассортимент другой, не такой, как в магазинах. Хочется попробовать. Вот абхазские мы знаем продукты, мы ездим туда отдыхать, поэтому нам нравится. Вот решили взять еще и масло попробовать. Здесь на ярмарке скидка значительно дешевле. Те, кто предпочитает товары местных производителей на ярмарке выставочного центра Удмуртия, тоже найдут много интересного и вкусного. Овощи и соленья от фермеров из Завьяловского района, мясные полуфабрикаты Ижевского, Сарапольского и Увинского производства. Знающие толк в колбасах выстраиваются в очередь за продуктами из деревни Беркуты. Это местный производитель, он себя уже давно зарекомендовал на рынке. Вся продукция из натурального сырья идет. Вот, пожалуйста, рулеты, колбасы, сало. Рульки, вот, спрашивают, копченые, очень нравится мясо прямо кусками такими. Здесь не только сытно, но и тепло. Согреют любого чувашские и кукморские валенки. Закутаться можно в теплый палантин, обогреть руки в перчатках из натуральной овчины, подобрать для холодной зимы невесомый из козьего пуха ручной работы знаменитый оренбургский платок. Верхнюю одежду финского качества и новинки от российских производителей. Облегченные шубы из стриженного австралийского мутона. Эти шкуры мы получаем с Австралии, а также получаем с Турции. Они очень легкие и шкуры премиум класса. Этих шуб еще не было даже у меня. Вот только новенькие, представляю здесь. Ярмарка на парковке торгового центра «Мой порт», расположенного на перекрестке улиц Удмуртска и Кирова, продлится до 4 ноября. Праздничные выходные организаторы обещают еще народный привоз с продуктами от фермеров Удмуртии. Открытую кухню с дегустацией национальных блюд и народные гуляния. А на этноплощадке ежедневно пекут табани в печи и заваривают травяной чай. Альбина Валикжанина, Юрий Зелененький. Новости. И еще одна информация напоследок. Дорожники республики сегодня открыли зимний сезон. Улицы Ижевска от наледи спасали несколько десятков единиц техники. Предстоящая ночь снова будет морозной, так что совет водителям не гонять и не лихачить. Берегите себя. До встречи. По доброй традиции киноцентр «Киномакс» до выхода мультфильма «Семейка Адамс» широкий прокат организовал предпремьерный показ. Зрители к показу тоже подготовились, переоделись в костюмы в стиле героев картины. От мультика ждем ярких картин, страшных. Мы очень давно хотели сходить, очень были рады, когда мы выиграли билеты. Удобное кресло для меня лично. Детям интересны всякие новинки, появляются игровые всякие разные. Отвратительного дня в школе, дорогая! Не будь маинькой! А, ясно, тюрьма для детей. Ожидания зрителей «Семейка» оправдала. Жанр мультфильма довольно специфический. Одновременно и ужас, и семейное кино, и комедия, и фэнтези. В общем, в мультфильме намешано все. Рейтинг ожидания «Семейки Адамс» достаточно высокий. Удивляться этому не приходится. Давно известно, что зрители во всем мире благосклонно относятся к черному юмору. Про дружбу, про семью и немножко страшно. Часто ходите в Киномакс? Да. Почему? Ну, нам нравится. Во-первых, мы недалеко здесь живем. Во-вторых, нам нравится кинотеатр. Ну, и цены демократичные. Очень хорошие, очень положительные. Надеюсь, все будут смеяться. Много очень смешных моментов. Чему приведет противостояние «Семейки» и жителей небольшого городка, которые не понимают своих странных соседей, боятся их и пытаются прогнать из мрачного дома, зрители Киномакса узнают совсем скоро. Мультфильм выходит широкий прокат, и киноцентр приглашает в гости. Мультфильм «12 плюс», возрастное ограничение. Я думаю, что он будет интересен как детям, так и взрослым. Поностальгировать, вспомнить эту семейку. Да, обязательно нужно прийти целыми семьями, тем более у нас праздники на носу. На носу не только праздники, но и школьные каникулы. Провести их весело и с пользой поможет киноцентр Киномакс. Продолжение следует...